Конкурс проходит в городе более 20 лет. Его основная цель – приобщить ребят к изучению дорожного движения именно со стороны велосипедистов. На сегодняшний день рекордом нашего города в этом конкурсе является второе место на округе. Однако, по словам Анатолия Загороднева, всегда есть шанс пройти дальше. Основная задача данного конкурса – это стимулировать ответственное отношение ребят к дорожным движениям. Здесь есть и задания по правилам дорожного движения, и задания по оказанию первой помощи, и задания по разбору дорожных ситуаций, ну и самое такое сложное, практическое, техническое задание – это фигурная езда на велосипеде. Однако, самым интересным заданием для ребят стали вопросы по первой медицинской помощи – переломы, обморожения и даже серьезные травмы. Со всем этим ребятам пришлось разбираться на месте. Например, как найти закрытый перелом, как действовать при переломе, как действовать при обморожении и как действовать при ожоге и обморожении. Мне выпало пострадавшей, у него вонзило дерево в плечо правое, и нужно было перепинтовать венозное кровотечение, и все сделала. А вот одним из самых сложных заданий оказалось фигурное катание на велосипеде. Необходимо было аккуратно проехать, чтобы не задеть кегли. Однако, для некоторых ребят в этом не было ничего сложного. Наверное, самое главное было просто не волноваться и крутить педали. После подведения итогов оказалось, что лучше всего себя проявили сразу три команды – из 10-й школы, 24-й и из Дома детского творчества. В апреле следующего года эти ребята поедут на региональный этап конкурса. Екатерина Балакина, Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Дмитрий Смирнов, телерадиокомпания «Юганск». Продолжение следует...